Где-то, ну, в 7 утра. Ну, мы думали, как обычно, выгоняют на площадь. Они в это же время обычно 7-8 выгоняют всех на базарную площадь. Я абсолютно не удивился, что пришли будить. В 7 утра. Ну, немножко странновато, что еще спим. Я там на топчине спал, меня тоже подняли. Мальчика встала. Отец за водой пошел. До этого еще. Ну, вставая, полицай по-русски, два немца, век, значит, выходи отсюда. Ну, вышли. Слышим на улице, там крик идет. Потом кого-то расстреляли на крыльце, кто не выходил. Вытаскивают, упирается. Женщина одна, я забыл, как ее фамилия. Там через 2-3 дома где-то. Ее на месте расстреляли. Ну, поняли, что серьезно, конечно. Все вышли? Все, кто был? Значит, мачеха берет своих двоих детей на руки маленьких, но она русская. Ее не берут. Это полицай сказал, что она русская? И так видно. И полицай здесь. Ее в сторону, а нас на улицу. Выгнали всех. Значит, раю с двумя детьми, старшую сестру, младшую у меня и на улицу. Метро, наверное, так до поворота, я представляю это место, город сейчас, недавно был, до поворота где-то не доходя, отец идет с водой, с ведрами. Громысл, у нас заведено на Громысл, так сказать, не в руках, как сейчас помню. Он, значит, не понимает, что такое, столько народу сразу толпу гонят. Ведра ставит, увидел нас, ведра ставит, он мог удрать, свободно в тот момент. То есть, его дома не было. Ушел бы, уж жив был, нет, но он мог уйти. Потому что его дома не было. Ушел бы, прятался, не знаю дальше, как у него получилось бы дело. Но он у нас увидел и сразу к нам пришел. И после этого никуда. Все, под конвоем. А немцы, как они? Немец, полицай, немец, полицай. Метров 10 друг от друга. Ну, в общем, повели дальше. Не на площадь, а там здание педучилища, так называемое. Старое здание, каменное, с забором. Здание педучилища. Всех собрали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok